Что предлагает край винным туристам? Как сберечь озоновый слой? И о том, какие маршруты есть в регионе для развития патриотизма? Обо всем этом поговорим сегодня. Это тема дня. С вами Алла Гаража. Здравствуйте. В Тимрюкском районе появилась инновационная лаборатория по ускоренной репродукции винограда. На реализацию этого инвестпроекта потребовалось менее одного года. Здесь получают новые перспективные сорта винограда, применяя современные технологии. Они помогают существенно сократить сроки получения промышленных саженцев. В составе лаборатории опытный селекцион участок, где собрано 400 сортов и гибридных виноградов практически со всех стран мира. Вполне возможно, что совсем скоро эта инновационная лаборатория станет очередным туристическим объектом Краснодарского края, который можно будет посетить в рамках винного туризма. Это направление отдыха, кстати, вызывает наибольший интерес у гостей края. Винодельни, центры, винотерапии, усадьбы, где производят благородные напитки из янтарной ягоды, посещает сейчас каждый третий турист, отдыхающий на Кубани. Подробно о том, какие места можно посетить в Краснодарском крае в качестве энотуриста, какие маршруты существуют, какие разрабатываются новые, а также в чем философия этого направления аграрного туризма. Обсудим это с нашей гостьей в студии темы дня, организатор винных туров Анна Бучацкая. Анна, здравствуйте. Я приветствую вас сегодня в нашей студии. Я сказала, что это очень популярное направление винный туризм в аграрном туризме. Вот можно его назвать ключевым направлением? Так? Если брать туристов всех, вообще всех видов, скажем так, то, наверное, нет. А если как аграрный? А если как аграрный, то однозначно да. А если говорить о том, что если мы будем развиваться в крае, как сейчас идет еще 2-3 года, то, возможно, винный туризм будет конкурировать уже, знаете, с морским туризмом или с горным туризмом. Потому что это тоже такой ресурс, на который туристы всегда с удовольствием к нам едут. И я вам даже больше хочу сказать. В нашем крае нам сложно с винным туризмом, потому что мы как раз должны конкурировать и с морями, и с горы в том числе. Потому что в той же Ростовской области, например, этих вещей нет, и там винный туризм, собственно, это вообще как жемчужинка. Ну, тем не менее, насколько мне известно, вот именно в этом году, в этом сезоне бум, можно сказать, винного туризма у нас в крае. В этом году не просто бум, мы общаемся с моими коллегами из других городов, ну, Краснодарского края только от нас. И, знаете, на самом деле, весь август и до конца сентября, даже до середины октября мы расписаны по дням. Это вообще удивительно, что я сейчас в городе. Все мои коллеги на винодельни. Чем нам повезло? У нас с вами в крае 7 районов, где выращивается виноград. То есть если море тоже в нескольких, но, понимаете, в любом случае мы там едем уже на море в определенные города. Ана, потом Геленджик и так далее, да. То винный туризм, он есть и в сельской местности, там, где нет моря, там, где мы не становимся в такие жесткие пробки, там, где нашим туристам не надо конкурировать в кафе и в ресторане с большим количеством. И, естественно, туристы, которые любят определенный сервис, вот винодельня, она располагает к некому спокойствию и, наоборот, ухода от суйты. Плавно к плюсам винного туризма, да? И поэтому вот туристы, которые приехали в этом году и вообще приезжают, они как раз и едут за вот этим неким спокойствием и тишиной на винодельне, да, если ты в подвал спускаешься. И тут за счет того, что у нас 7 районов, нам есть что в крае предложить. А вот давайте подробно расскажем, что нам есть что предложить, в каких районах и какие это винные маршруты, что вы предлагаете? Ну давайте так, перечислим тогда, ну не основные, а в принципе районы. Анапа, Геленджик, Новороссийск, Крымский район, Северский район, Ейский район, по-моему, никого не упустила. Вот, и что характерно, что в большинстве этих винных районов, а, есть далеко больше, чем одной винодельни, то есть, допустим, Анапа, Новороссийск, Тимрюкский район, вот, чувствую, пропустила, Тимрюкский район. Это вообще, знаете, такой отдельный виноградный мир. Это не просто там 2-3 винодельня, а там большое количество винодельня. Если туда приедут туристы, они остаются там на 2-3 дня, и 2-3 дня они ездят по винодельням. Что еще хорошо в этих районах, они подтянули еще и инфраструктуру. То есть, рядом с винодельнями открываются какие-то вкусные ресторанчики с местной едой, с местной рыбкой, с местным мясом. Вы знаете, даже вот в глубинку сейчас, в нашу краевую глубинку, да, вы знаете, едут на работу хорошие шеф-повара, что раньше это было практически нереально, да, заманить куда-нибудь в хутор Семигорский хорошего шеф-повара. Ну, собственно, звучит так себе идейка. А сейчас там работают очень хорошие шеф-повара. И когда вот буквально последний вот один из крайних туров, который у меня был в конце августа и в начале сентября, приезжали очень такие предвзятые гости, которые были на винодельнях там от Америки и там Нового и Старого Света, они были крайне удивлены, то есть в конце дня они сказали, вы знаете, на первую винодельню мы смотрели скептически, на вторую думали, ну ладно, нас уже, знаете, красивые горы, виноградники и так далее. Мало чем можно нас удивить. А вот когда мы уже ужинали, тоже это под аккомпанемент местных вин, ресторан прям среди виноградников, огромные окна, вокруг это вся зелень, они сказали, нет, все, мы больше не скептики, мы приедем еще. Теперь мы, говорит, хотим еще в октябре приехать, потому что за два дня они слишком мало увидели. То есть наш главный козырь, что за, вот как я говорю, за два дня, даже за три дня, все винодельни края посмотреть невозможно. Вот мне кажется, это очень круто. Ни один другой регион, ну вот, наверное, только с Крымом будем конкурировать, но это у нас виноделин гораздо больше. Анна, вот, кстати, специалисты Министерства курортов туризма и олимпийского наследия Краснодарского края собрали информацию об объектах инотуризма в нашем регионе и для того, чтобы как можно больше людей узнало о наших винных маршрутах и, собственно, истории той местности, по которой они проходят. Собранную информацию саккумулировали на портале Russia Travel. Вот сейчас вы увидите этот сайт на ваших экранах и объекты все, которые там размещены. Маршрут этот называется «Хвала вину», и он, как и многие маршруты, вот прямо сейчас этот сайт, будет переведен на 12 языков. И сделают это в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Также в Министерстве реализации кубанского эномаршрута в национальных туристических офисах визит Russia за рубежом, что позволит повысить доступность путешествия иностранцев по Кубани. Тему экспорта туруслуг продолжим. Прямо сейчас с нами по телефону Евгений Демченко, замначальника отдела информационного сопровождения Министерства курортов, туризма, олимпийского наследия Краснодарского края. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Я уже озвучила только что информацию о том, что есть на сайте Russia Travel. Где еще можно посмотреть и прочитать, изучить наши туристические возможности, в частности, винные дороги, винные маршруты? Ну, как известно, в интернете секретов нет. Информации в сети достаточно много. Она есть на сайтах самих винных объектов и туристических компаний, которые продают винные туры. Сайты очень красивые, подробные, со множеством интересной информации. Можно туда зайти и получить подробную информацию по интересующему объекту. За новостями из области винного туризма сейчас можно следить на сайте Министерства курортов нашего министерства. Мы также активно работаем с ответствами массовой информации, поэтому, пожалуйста, есть телевидение, интернет, везде эта информация есть. Что касается более полного представления нашего туристического продукта, то мы как раз сейчас работаем над созданием большого регионального туристического портала, где будет более комплексно представлены все возможности отдыха для гостей Краснодарского края. В том числе, конечно, большой раздел будет посвящен гастрономическому направлению, аграрному туризму. Портал наш будет доступен на трех языках, русском, английском и немецком, поэтому мы рассчитываем, что он со временем станет эффективным инструментом для выхода на международный рынок. Кстати, сам портал мы делаем как раз в рамках национального проекта международной кооперации и экспорта и регионального проекта экспорт услуг. Также в рамках этого проекта мы готовим видеоролик на английском языке, уже вышел тираж путеводителей по Краснодарскому краю, также на английском языке, и все это будет представлено... То есть мы так очень активно на иностранного туриста сейчас нацелены? Да, безусловно, как я сказал, благодаря национальному проекту, благодаря региональному проекту экспорт услуг у нас появилась возможность сделать вот такие инструменты для продвижения туристического продукта на внешний рынок. И все это будет представлено в международных туристических выставках в следующем году. И вот, кстати, если вернуться к винным объектам, они очень активно принимают участие в наших выставках на консервированных стендах курорта Краснодарского края, проводят презентации и дегустации своей продукции. И у них всегда получается собрать вокруг себя очень много людей, и их продукция пользуется очень большой популярностью. Евгений, спасибо, что вышли с нами на связь. Евгений Демченко, заместитель начальника отдела информационного сопровождения Министерства курортов, туризма, олимпийского наследия края, был с нами на связи по телефону. Анна, есть ли говорить о том, кто и по какому принципу эти маршруты разрабатывают? Прежде всего, есть исторический маршрут, когда мы можем показать историю от греческой темы до современной. Есть маршрут также исторический, но когда мы показываем историю виноделия у нас здесь, в период, когда был присоединен Кавказ как регион к Российской империи, это 1865-й и так далее год. Есть виноделие абсолютно современное, когда мы вообще показываем вино и архитектуру, потому что у нас есть ряд виноделий, это не одна, не две, не три, а их уже на десяток, когда сами здания конкурируют с продукцией винодельни, потому что это такая красота. Как музей. Или это какие-то архитектурные сооружения из бетона, стекла, или эксплуатированная крыша с полностью зеленой кровлей, я имею в виду травка. То есть есть какие-то такие приемы, которые, конечно, людей иногда прям обезоруживают, потому что ты едешь по какой-то сельской местности, потом приезжаешь, а здесь, собственно, ничем не хуже. Как будто ты поехал в Испанию куда-нибудь и так далее. Поэтому маршрутов несколько. Есть у нас даже такие маршруты, когда, в общем-то, даже гастрономия выходит на первый план, потому что, ну, как я уже сказала, что вот сейчас в этих районах уже есть хорошие рестораны с хорошими шеф-поварами, которые готовят кухню именно с упором на наши локальные продукты, местные сыры, сыры с хорошей выдержкой. Для того, чтобы подостойно кубанское вино оценить. Конечно, во-первых, и кубанское вино, а во-вторых, ну, давайте по-честному говорить, не вином единым за продукты питания у нас на Кубани, нам тоже не стыдно. Сильно не стыдно. Наши сыры сейчас, на самом деле, на международных конкурсах, за ним российские и кубанские в том числе, занимают тоже достаточно много призовых мест. И именно если раньше мы славились своими сычужными сырами, то есть это те, которые быстро созреваемы, то сейчас мы уже хорошо конкурируем с серьезными сырами, с большой выдержкой. И мы за сыровиков, если можно так сказать, мы очень рады, потому что на самом деле они тоже могут в ближайшие несколько лет быть таким престижем нашей страны, точно так же, как и вино. Поэтому я думаю, что это так развивается одно за одним. И вот хотела сказать, я не знала проект от проекта, Евгения. На самом деле это тот проект, который мы очень долго ждали. Потому что возникало несколько ресурсов, они были коммерческие, которые там... Вот необходим был ресурс, где все сакоммунировано. Где все собрано, потому что, знаете, у коммерческих все равно. Тут мне интересно, тут мне неинтересно. Потом мы решили сюда больше деньги не вкладывать. С этим я буду работать. Да, и мы с этим мучились, потому что даже мы, как гиды, мы не можем, допустим, на полторы недели забрать туристов и возить только по винодельням. И у них не получается общей картинки. Ну вот теперь, пожалуйста, все на одном. И это очень крутой проект. И то, что он еще сказал, будет видеоролик. Это тоже я прям слушала и улыбалась. Потому что вот то, что мы давно ждали. Когда показывают ролики про Краснодарский край, там показывают детский отдых, там еще горы и так далее. Анна, насколько я понимаю, все-таки винный туризм – это такой круглогодичный туризм. Вот вы можете и летом, в самый разгар пляжного сезона водить по этим маршрутам. Сейчас осенью, наверное, и зимой водите. В этом его тоже плюс. Плюс однозначно, что он круглогодичный. И я вам даже так хочу сказать. Такие настоящие ценители вина, которые не просто приехали в край поотдыхать, а потом узнали, что оказывается в Новороссийске есть виноделье. Поехали, посмотрим. А вот все-таки люди, которые увлекаются вином и специально едут за вином, вот они начинают приезжать с середины сентября и, собственно, до середины декабря. И потом с конца января и вот до конца мая. Потому что для них море все-таки… Как раз в межсезонье выбирают. Да, для них море – это постоять с бокалом, подышать морским воздухом. Но вот как пляжный отдых их не так интересует. И поэтому как раз нам комфортно работать и хорошо работать, и винодельням качественно работать с туристами, которые приезжают сейчас. И согласитесь, заселять гостиницы в этот период, а если это еще и Азовское море, это одно дело Сочи-Геленджин, которые привлекают сразу инфраструктуру. А другое дело, когда это все-таки районы, менее раскрученные в чем-то, то, конечно, нас очень любят. Ну и смысла нет как раз летом, да? Да, и смысла нет. И, естественно, это прекрасное время как раз-таки, вот, знаете, немножко распределять трафик и позволять так пролонгировать, что ли, вот этот вот сезон туристический. И винный туризм, да, в этом плане. Анна, ну мы же понимаем, что вино – это особенная философия. Вот как подать, как правильно выбрать, как выбрать хорошее вино. Все об этом знает наш следующий эксперт Евгений Губский с нами на связи, сертифицированный с Амелье, тренинг-менеджер, организатор и ведущий винно-гастрономических мероприятий. Евгений, здравствуйте! Мы вас приветствуем. Расскажите, в чем уникальность вашего проекта, какую информацию рассказываете на своих мастер-классах. И вот расскажите, Сабраж тоже учите делать? Да, ну, во-первых, уникальный проект заключается в том, что это наша философия, которая также, соответственно, во многих странах винодельческих развитых мира, что вино – это все-таки не алкогольный напиток, это нечто большее, это определенная культура философии, это часть стола, часть еды. Мы учим наслаждаться, напитком, понимать. Во-вторых, проект направлен на развитие, в принципе, всей индустрии, которая заключается от винных путешествий до третий заведений и обучения персонала, чтобы очень грамотно и качественно рекомендовать вино и гастрономию, чтобы гости, клиенты получали максимум удовольствия и возвращались, конечно же, снова. Евгений, а кому интересно сегодня окунуться в культуру, в историю виноделия нашего края? С каких регионов приезжают? Вы знаете, интересно, прежде всего, по моему мнению, собственно, нам, теми людям, которые живут в нашем крае и в ближайших городах, потому что все поняли, что у нас есть кладби, да, винодельческие хозяйства, интересных вин. Кроме этого, конечно же, каждый, я могу сказать, иностранный турист, который приезжает, если он, мол, о Мальске, искушен в вине либо в гастрономии, ему это очень интересно, потому что Россия попадает уже в винные справочники и атласы мира, как финодельческая страна, и это очень большой наш результат и наша победа. Евгений, ну еще один вопрос. Есть ли какие-то нюансы, как употреблять именно наше кубанское вино? Поделитесь, если они есть. Ну, я бы сказала, что отдельных специфических лайфхаков нет, все касается, потому что наше вино, многие вина от многих хозяйств абсолютно, да, не уступают по уровню качества и сложности европейским, поэтому все, как обычно, очень важно, чтобы вино было в правильном состоянии, в правильной кондиции, это температура охлаждения, особенно белых, розовых и игристых, конечно же, но и о том, чтобы вино, наверное, подаело максимум удовольствия обращать внимание на госсбора и госрозлива, да, чтобы понимать свежее, выдержанное, и какого стиля вы хотите вино. Более все-таки можно, либо более слотное, свежее. Евгений, спасибо вам большое за вашу подробную информацию. Евгений Губский был с нами на связи по телефону. Анна, я у вас хочу спросить по вашему опыту. Что наибольший интерес у туристов, которые из других регионов к нам приезжают, касающиеся винного туризма, маршруты, что наибольший интерес у них вызывает? Что их впечатляет, быть может? Вы знаете, я бы, наверное, так охарактеризовала, что они уже, ну вот те туристы, которые к нам едут, да, то есть массово, и вот Евгений про города говорил, Москва, Санкт-Петербург очень активно, Екатеринбург, Уральские города, даже Челябинск вот тоже часто к нам приезжают, прям вот активно. Вы знаете, вот я бы сказала, что у нас сейчас такой период. Был период вообще отторжения, вот нет российского вина, там и кубанского в том числе, да, как в категории. Сейчас принцип такой, мы что-то пробовали, но, наверное, это была исключительная бутылка, и вот нам попалось, потому что это там какой-то такой винодельник, которая вот вообще винодельник. И большинство туристов сейчас к нам приезжают, мне кажется, с одной только целью, убедиться, в какую сейчас идею верить. То есть российское вино все-таки есть или российского вина все-таки нет. И вот здесь наши виноделы очень хорошо к этому подготовились. За те годы, что они к нам не ездили, а мы только вино производили и отправляли по городам, но как-то туристического вот этого кластера не было. За те годы мы подготовились. И вот когда они уже приезжают и видят винодельню прям среди виноградников, когда это не где-то там, вот тут у нас винодельня, а виноградники, знаете, у нас где-то там. Естественно, такой уже скептиз. А когда они видят, что... А сейчас все это комплексы. Сейчас мы строимся абсолютно по всем современным технологиям. Когда виноград приезжает на переработку там в течение 10-20 минут. И вот они приезжают, мне кажется, сейчас у нас классный период развеивания вот этого. И получается все те, которые приехали на два лагеря, уезжают в одном, что все-таки российское вино, и та кубанское самое лучшее. Во-первых, на самом деле, они уезжают уже, так сказать, нашими послами. Ведь они, первый вопрос, вернее, второй или там какие-то из основных вопросов, когда они говорят, где в своем регионе я могу это купить? В каком магазине? Вы зашли в сети или не зашли? Ведь они виноделам действительно этими вопросами просто мучают. И поэтому мы делаем со своей стороны то же самое все для туристов, чтобы они уезжали влюбленные. Влюбленные, чтобы они просто уезжали влюбленные. И чтобы рука не дрогнула при выборе вина, чтобы там указана была нужная страна, а лучше еще регион. Я вас благодарю за сегодняшнюю интересную беседу. Спасибо, что пришли. У нас в студии был организатор винных туров Анна Бучацкая. Это тема дня, мы совсем скоро продолжим. Оставайтесь на Кубань-24.